Маршруты новые, у хабы старые. Бывает и такое. Сам не раз сталкивался с тем, что на дорогах в одних и тех же местах возникают ямы. С другой стороны, есть участки с идеальным дорожным покрытием, которое лежит годами и с ним ничего не происходит. Чем же отличается одно дорожное покрытие от другого? По какому асфальту мы ездим сегодня и будем ездить завтра? Об этом мы и поговорим с доцентом кафедры автомобильных дорог Тюмгасу, кандидатом технических наук Сергеем Санниковым. Доброе утро, Сергей Павлович. Итак, как специалист, оцените, пожалуйста, качество дорожного покрытия в Тюмени. Ну, все-таки визуально, как специалист, оценить сложно. Необходимо проведение инструментального, скорее всего, контроля с применением специальных оборудований и приборов. Вот такие работы Кафера давно уже не проводила, почему-то нас перестали привлекать. А когда последний раз вы занимались такой работой? Думаю, это было, наверное, так не соврать, в 90-х, наверное, годах. По внешним параметрам соответствуют стандартам? Я могу привести пример других исследователей, так и, в частности, допустим, есть исследование межрегионального общественного центра, он называется «За безопасность на российских дорогах». В частности, в феврале, допустим, были опубликованы данные, и Тюмень из 33 регионов заняла первое место. Первое место? Первое место. То есть, получается, данный рейтинг отражает как раз и состояние, и качество дороги, и в том числе безопасность на тюменских дорогах. Есть и другие рейтинги, есть другие, так скажем, социальные какие-то исследования, это и розыгрыш страха и так далее. Мне все-таки хочется почему-то, чтобы вас тоже приглашали как специалистов на такие исследования. Нам тоже хочется. А почему вот на некоторых дорогах, внешне, в принципе, нормальных, меняют, снимают дорожное покрытие, ну вот на широтные, например, этим летом убирали дорожное покрытие, снимали слой, хотя, в принципе, было, ну, как мне казалось, было все нормально. Положили, но... Да, я понял. Ну, в принципе, внешне, конечно, тоже судить о том, в нормальном состоянии находится покрытие сложно, да? Поэтому бывает все-таки причина, это износ, который внешне незаметен, но износ как раз приводит к снижению цветных качеств. Соответственно, это повышение скользкости, и движение на таких участках уже для автомобиля небезопасно. Ну и другая причина, может быть, это своевременная все-таки замена обеспечит продление срока службы. А вообще существуют какие-то нормы, когда нужно менять асфальт, в какие сроки? Как часто это нужно делать? Да, такие нормы существуют. Есть нормативный документ, который отражает межремонтные сроки, и если, допустим, говорить о примере для наших улиц и дорог, то есть с той интенсивностью, с таким потоком, который мы сейчас наблюдаем, да, в городе Тюмени, межремонтный срок составляет 2 года. То есть фактически каждые 2 года покрытие должно быть обновлено. Ну вот, в свою очередь, в тех местах, где лично я очень часто наблюдаю ямы, ну вот, например, Термяковский мост, там частенько в одних и тех же местах появляются ямы. Их просто засыпают чем-то, да, утрамбовывают, а полностью слой, как на широтный, допустим, не меняют. Может быть, а они все время появляются. Вот почему они появляются? Неправильно как-то трамбуют, не знаю, состав не тот. Или, может быть, вообще такой ремонт не должен производиться, а надо полностью менять дорожное покрытие. Ну вот вы привели яркий пример этого путепровода, да, будем говорить, на Пермяково. Все-таки там специфическая причина – это несовершенство деформационных швов. Несовершенство деформационных швов. Вот автомобиль, наезжая и съезжая, так скажем, с этого шва, то есть колесо, да, автомобиля, фактически придает дополнительный динамический удар. То есть мост в движении постоянно находится? Нет, это температурные деформационные швы, они открыты. Вы, наверное, наблюдали, да, на поверхности как раз эти швы, то есть это металлические элементы, да, и когда как раз колесо наезжает на металлический элемент, потом съезжает, и вот образуется как раз, так скажем, дополнительный какой-то удар на покрытие, и происходит разрушение как раз в одних и тех же местах. Ну, может быть, есть какие-то технологии, которые позволяют делать ямочный ремонт, но не так часто? Может быть, есть какие-то специальные действительно составы? Инновационные, может быть? Такие составы есть, то есть используются, в принципе, скажем, сухие смеси и какие-то, будем говорить, инновационные, да, материалы, которые приготовляться могут прямо на месте, то есть в крафт-мешках поставляться, да, и приготовляться на месте, укладываться. Ну, в принципе, российские дорожники используют такие составы. Ну, что ж, я надеюсь, что все-таки, что появится такой состав, который позволит, ну, хотя бы, ну, не чаще раза в год за эти ямки. Такие ямки. Сергей Павлович, все-таки интересно, а куда уходит тот асфальт, который срезают? Он как-то использует еще? Да, большая часть асфальта все-таки перемещается на асфальтобетонные заводы. И, конечно, он может применяться как повторно для производства новой асфальтобетонной смеси. Это дешевле, да, потому что дешевле процентов на 30-40, то есть отказает необходимость привлечения нового материала, да. Ну, вот этот материал, который сфрезеровали, обогащается, то есть добавляется какая-то добавка, так скажем, незначительно нового материала, там, в том числе вяжущего, да, битома, и фактически он используется для устройства покрытия. Ну, вот если говорить о дорожниках Тюмени, они более часто все-таки его используются для отсыпки, укрепления обочин, съезда, устройства, где-то основания. А по своим свойствам такой вторично используемый асфальт, он уступает новому? Нет, он не уступает, потому как все-таки есть требования, да, четко устанавливающие, так скажем, правила подбора смеси. Поэтому, используя тот же старый асфальт, необходимо как раз соблюдать эти требования для подбора, да, и фактически смесь должна соответствовать за российским стандартам. А вот если говорить о составе асфальта, вот каким он должен быть в зависимости от характера местности? Ну, наверное, от характера местности тут некорректно, будем говорить о природном климатическом условии, потому что все-таки состав, его составляющие, которые, да, входят в асфальтобетонную смесь, они привязаны, ну, в частности, допустим, к температуре, да, если учитывается как раз и минимальная, и максимальная температура эксплуатации, да, то есть, в частности, допустим, если говорить о летнем периоде, когда интенсивно у нас происходит нагрев, да, попейки у нас черные, да, достаточно интенсивно поглощают солнечную радиацию, и вот поэтому в этот период асфальт не должен плавиться, да, бывают иногда, да, такие проблемы, что мы видим когда-то на каких-то участках. Ну, а если говорить о зимнем периоде, то учитывается как раз абсолютно минимальная температура, то есть любой материал при замерзании переходит в хрупкие, да, поэтому вот как раз, так скажем, основная задача подобрать свойства таким образом, чтобы вот эти вот температурные факторы, да, вылющены, то есть это и летний период, и зимний период, ну, и, конечно, обладать он должен прочностью, износостойкостью, да, шероховатостью требуем. Ну, и так далее. А западный опыт, зарубежный опыт мы используем, а может быть не западный, может быть восточный, японский, китайский? Все-таки Россия больше ориентирована на европейский опыт, да, если говорить в качестве примера. А почему не европейский? Ведь у нас, как мне кажется, ну, действительно разные климатические условия. Может быть, ближе мы все-таки к Японии, нет? Ну, вот здесь сказать все-таки затруднюсь, почему на европейский, но ведь и в Европе есть такие же условия, да, как у нас, это и Финляндия, да, и Норвегия, и Германия. Вот я говорю, пример могу привести, в частности, по Тюмени. В России сейчас довольно-таки часто стал использоваться щебенистый, не в России, даже в Тюмени, да, щебенистый мастичный асфальтобетон, о чем недавно говорил. А что это за асфальтобетон? Это, скажем, особенности, повышенное содержание щебня и, соответственно, битумной мастики. То есть вот впервые, допустим, этот материал стал применяться в Германии. То есть материал был разработан, да, для того, чтобы, так скажем, обеспечить сохранность покрытия от износа шипами. Но, как показала практика, этот материал обладает и повышенной водостойкостью, и шероховатостью, и так далее. Вот дорожники Тюмени сейчас действительно используют. И недавно начальник управления дорогой области об этом рассказывал, да, вот в своем интервью. Ну, сейчас, кстати, появилась информация о том, что можно, в общем, делать новое асфальтовое покрытие в любое время года. Дождь, то будет снег. Я сама наблюдала в дождь не раз. Это правда? В общем, насколько мы понимаем, раньше в дождь, в холода, класть асфальт была, ну, как-то вот нежелательно. А что изменилось сейчас? Что это за разнообразие? Нет, и сейчас нормы все-таки у нас запрещают укладывать асфальтобетон, да, при вот таком состоянии погоды. Но если говорить, может быть, о новшествах, ну, насколько это ново, еще где-то в 90-м году, то есть, Союз Дурней выпустил документ, который предусматривает строительство асфальтобетонных покрытий при отрицательной температуре. Ну, все-таки этот документ говорит о том, что, возможно, устройство покрытия при температуре ниже минус 10 градусов. Конечно, это процесс трудоемки, требует тщательной подготовки основания под покрытие, это очистки от льда, от снега и, в том числе, нагрев. Это, соответственно, уже энергоемка, нагрев имеем специальных машин, оборудования. Ну, возможно, вы услышали информацию о каком-то документе, который разработан на уровне стандарта организации. Сейчас закон, допустим, о техническом регулировании допускает производить работы по не национальным стандартам даже, а по стандартам предприятия, которые могут разрабатываться внутри, с привлечением, допустим, тех же кафедр, как мы работаем, кафедра дорог. И этот стандарт утверждается либо внутри организации, но также может выноситься и на комиссию по стандартизации. Поэтому стандарт, если он внутренний, то он в широкую, так скажем, и массовую публику не уходит. И, конечно, ознакомиться, может быть, со всеми стандартами, которые разработают специалистические организации. У нас нет возможности. Ну, все, я спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, тюменские ученые разработают вечное дорожное покрытие. Я тоже в это время. В этом случае успехов вам в вашей работе и в научном том числе. Доброго утра. Спасибо. Напоминаем об особенностях дорожного покрытия. Нам рассказывал доцент кафедры автомобильных дорог ТюмГАСУ, кандидат технических наук Сергей Санников.